От пациента. Одинокарцинома правого лёгкого канцерматоз плевры. Консультативное заключение по представленным КТ томограммам пациента 70 лет. Дата исследования 31 мая 2022 года в динамике с заключением от 9 марта 2022 года. Область исследования. Органы грудной клетки. Нативные и венозные фазы сканирования не представлены, что крайне затруднило трактовку результатов сканирования, так не оценить динамику накопления контраста зоны интереса. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. В S3 справа сохраняется мягкотканное образование размером 31 на 21 на 23 мм. С формированием полости деструкции размером 8 на 4 на 4 мм. Контур образования лучистый, сформированы тяжи в лёгочную ткань и к остальной плевре. Оценить накопление контраста невозможно, так как представлена только артериальная фаза сканирование. Пневмотизация лёгочной ткани правого лёгкого неравномерна. Слева в S3 аналогичное образование размером 11 на 10 на 9 мм. По междолевой и к остальной плевре сохраняются очаги до 5-6 мм. Левая лёгкая субтотально коллабирована за счёт массивного скопления жидкости в левом гемитараксе, слой жидкости до 80 мм. В обоих лёгких, преимущественно парокостально и в базальных сегментах, сформированы многочисленные фиброзные тяжи, участки локального пневмофиброза. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нём не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральной полости справа и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника сформированы краевые остеофиты длиной до 12 мм. Сердце расширено преимущественно за счёт левых отделов. По стенкам коронарных артерий и аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр лёгочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина субтотального коллабирования левого лёгкого, образование правого лёгкого, очаг отсева в левом лёгком, канцероматоз плевры левого лёгкого. Неравномерной пневматизации лёгочной ткани, хронического бронхита, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. По сравнению с КТ от 9 марта 2022 года выраженная отрицательная динамика, нарастание гидроторекса, коллабирование левого лёгкого, рост образования в правом лёгком. 5 июля 2022 года доцент кафедры КМН. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование выполнено не по классической схеме, но в целом можно сказать, что значительно увеличилось количество жидкости в левой плевральной полости, от этого и все проблемы. Также несколько выросла опухоль в правом лёгком. Озвучено Яндекс Спич Кит. 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 Озвучено Яндекс Спич Кит.